Братья, сёстры, ну каждый из нас, наверное, проходил через такие вещи, когда кто-то нас обижал. Да? Все. Жены обижают мужей. Мужья обижают жен. Дети обижают своих родителей. Родители обижают своих детей. Дети обижают своих родителей. Начальник на работе тоже может обидеть, согрешить против нас. И мы языком тоже против начальника можем согрешить. Но это вот сплошь и рядом. Когда кто-то против нас согрешает, или мы против кого-то тоже согрешаем. И это неприятно, правда? Вот когда кто-то согрешает против нас, нас это касается, и нам это неприятно. Иногда даже больно. Иногда больно очень сильно. Вы знаете, вот читаешь, апостол Петр, святой человек. Пример с него берем. У него тоже была проблема. Его тоже обижали. Против него согрешали. Знаете, он однажды даже посчитал, сколько раз в день против него согрешали. Он терпел раз, терпел два, терпел три, четвертый раз я тоже потерплю, пятый тоже потерплю. У кого уже терпение кончилось? А он говорит, нет, я и шестой раз потерплю, и седьмой раз потерплю. А вот здесь вот у него уже терпение закончилось. Вы знаете, что самое, наверное, тяжелое? Ну, согрешил против нас какой-то человек сторонний, да, один раз. И прошел мимо. Ну, ты его благословил в сторону, вслед, да, простил и пошел. Но когда рядом с тобой человек один и тот же, и он каждый день, да по семь раз, вот здесь терпение кончается. Но надо отдать должное тем людям, которые в день могут прощать или стерпеть семь согрешений от одного человека. Надо отдать должное. Вы уже, как апостол Петр. Уже. Если, сестры, вы своего мужа терпите, как он против вас согрешает семь раз в день, вы его семь раз терпите. Вы уже, как апостол Петр, вы уже святая женщина. Братья, то же самое. Но знаете, терпение кончилось даже и у Петра. И он конкретно приходит с вопросом. Он приходит с вопросом и говорит, Господи, сколько раз можно прощать брату согрешающему против меня? Ну, сколько можно? Недавно я разговаривал с одной сестрой. Муж грешит против нее. Ну, не беспочвенно, потому что она тоже где-то там за языком не следит за своим. Ну, и он в отмеску получает. Ну, я не оправдываю, просто говорю, что как ситуация примерно выглядит. И она мне пишет, ну, сколько можно терпеть это каждый день? Каждый день я устала, нет никакой нормальной жизни, я хочу жить. Сколько можно терпеть? Вот похожая ситуация. И знаете, Петр еще даже, и он устанавливает некую планку, то есть он научился семь раз в день. И он говорит, семь раз, Господи, я семь раз. То есть он как бы задает вопрос, сколько прощать. И тут же устанавливает сам себе планку. Семь раз. И Христос начинает рассказывать им историю. Вообще Иисус очень часто, мы читаем очень много, он рассказывал просто историю как бы со стороны, и всегда в этой истории был такой глубокий смысл. И вот в этой истории я хочу прочитать концовку. Конец. Думаю, что конец, он всегда определяет определенный смысл, да. То есть он как бы ставит итог, он говорит, итог, ответ, то есть дает ответ. Вот вместе давайте мы прочитаем Матфея 18 глава с 32 стиха. Матфея 18 глава с 32 стиха. Тогда Государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот, я опростил тебе, потому что ты упросил меня». Первое. Обратите внимание. Он называет этого человека как злой раб. То есть у Бога есть, вот Бог, как бы Бог смотрит на этот мир. Есть люди, которые верующие, есть люди неверующие. Есть люди, которые являются его рабами, да, в хорошем смысле слова. И есть люди, которые являются рабами дьявола, да, рабами греха. Мы это тоже знаем. Но здесь он говорит такую очень интересную вещь. Он говорит в отношении этого человека как своего раба. И называет его, ты, говорит, злой раб. То есть у Бога, вот в среде Божьих детей, в среде рабов Господа, есть две категории. Есть добрый раб. Мы читаем также, добрый раб, войди в радость Господина. И есть, оказывается, злой раб. А еще есть, мы читаем, ленивый раб. То есть как бы он раб, он ничего плохого не делает, ну и вообще ничего не делает. Такой ленивый раб тоже, да. Вот. Добрый раб, злой раб, ленивый раб. Ну ленивый мы сейчас его, мы убираем, мы ставим, мы видим здесь, это ясно. Государь говорит, ты злой раб. И он дает характеристику. Почему он злой? Он говорит, весь долг, который у тебя был, ты был мне должен, я тебе простил, потому что ты меня упросил. Ну да, мы же у Бога просим, Господи, прости мне долги мои, как... И упрашиваем, Господи, прости меня, прости меня. И Бог что делает? Прощает. И вот он говорит, ты, говорит, злой раб. Ты должен был мне. И ты меня упросил. И я тебе простил. И я не взыскал ни с тебя, ни с твоей жены, ни с твоих детей. Я не взыскал. Я простил тебя. Я умилосердился над тобою и тебя простил. А дальше посмотрите. А не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? То есть, смотрите, он показывает злой раб, это человек, который вошел в милость Господа, но так не оказывает или не научился, не учится оказывать милость людям, которые против него согрешают. То есть, мы согрешали против Бога, Бог нам простил, но сами мы не хотим прощать тех людей, которые согрешают против нас. Именно таких людей Бог называет злой раб. Не хочу я его прощать. Не могу. Почему? Вот я этой сестре говорю, сестра, тебе нужно простить своего мужа и начать. Нет, не могу. Почему? Потому что надо начать. А что начать? Что начать? Нет, когда ты его простишь, что нужно начать? Нужно любить. Нужно выстраивать вновь отношения. Вы понимаете? То есть, вот представьте Петр. Семь раз он терпел, и потом каждый день ему нужно было выстраивать отношения. Кто-то из апостолов, скорее всего, кто-то из апостолов его докучал. Что-то ссорились они там, ссорились. И ему всякий раз нужно было прощать и выстраивать отношения. Не надлежало ли тебе помиловать товарища, как и я помиловал тебе? Вот это важно. Как понять, вот злой я раб или добрый? Если я не учусь прощать, если я не прощаю, в тот самый момент, когда получаю прощение от Господа, когда получаю милосердие от Божьи, но сам этого не делаю по отношению к людям, которые против меня согрешают. Я злой раб. Злой раб. Это ясная, четкая характеристика. Здесь мы видим это. А мы как? У меня нет больше сил его прощать. Я не хочу. Это повторяется изо дня в день. Я говорю, выход какой? Я разведусь с ним. Я говорю, слушай, ну как? Ну вот я разведусь с ним, и что? Ну и попытаюсь создать семью вновь, новую, новую семью. А теперь посмотрите, что 35 стих, это 34 стих. И разгневавшись, государь его отдал истязателям. Бог гневается. Когда? Он разгневался. Гнев Божий. И что написано? И отдал его истязателям. То есть, жизнь у этого человека, у этого злого раба, какая? Счастливая будет? Радостная будет? Она не будет радостной, и она не будет счастливой. Это будет мучение. Мучение, которое будет преследовать этого человека. Здесь написано, до конца жизни, пока не отдаст ему всего долга. А если вы проанализируете, то он был так должен, что у него жизни невозможно было, не хватило жизни, чтобы отдать долг. До конца жизни человек будет жить в мучениях. И все из-за чего? Все из-за того, что он принимал прощение Божье, он принимал милосердие Божие, но сам этого делать не хотел в отношении тех людей, которые против него согрешали. И он находил этому причину. Вот что интересно, господин говорит, он говорит, но не надлежало ли тебе помиловать товарища. То есть это товарищ было, слово товарищ. Помните, в советское время, товарищи, кому товарищи, это же человек, который разделяет мою точку зрения, убеждения мои, товарищ, мы же товарищи. То есть это не просто какой-то вот, ну, там, прохожий мимо, да, человек, с которым ты имел какие-то взаимоотношения. И ты не помиловал. Знаете, вот в чем, ну, проблема у нас. Я вижу это очень часто. Мы ставим условия. Мы готовы. Простить, мы готовы. Но. Вот это вот, но. Вот пусть он сам придет и попросит. Пусть она сама придет и попросит. Пусть они мне заплатят. и я прощу. Ну, заплатят на работе. Вот тебе, Сергей, деньги, ты сделал ремонт, а тебе деньги не заплатили. Что нужно делать? Ты пришел, а он тебя послал подальше. Что делать? Ага, ты такой радостный, да, месяц работал, дома же нас, и приходишь, Света у нас, я его благословил, денег у нас не будет. И Света тоже радостная, аллилуйя, да? Конечно, нет. Конечно, мы попытаемся. Если есть договор, хорошо, если договора нет, вообще нехорошо. Все. Ну, и мы, как бы, в принципе, готовы. Ну, мужик, я тебя прощу, но если ты мне заплатишь, хотя бы половину, пускаешь, ладно, половину, я готов тебя простить. Нет. А что говорит милосердие? У милосердия нет условия. Почему нас Бог простил? Потому что мы его упросили. Мы упросили его. Мы говорили, Господи, прости, все, мне нечем тебе заплатить, мне нечем тебе отдать, прости. И Бог нас без условий, правда, простил. Он нас простил, говорит, хорошо. И предложил, еще у меня путь есть для тебя. Вот я тебя простил, ну, хочешь, вот пошли со мной. И мы, кто-то побежал за ним, а кто-то вернулся назад. Такое тоже бывает. Но, тем не менее, милосердие, милость, она оказывается не за какие-то условия. Это важно понять. 35 стих, вот это, когда мы говорим, итог. Он говорит, так и отец мой, небесный, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Ясно написано? Четко написано? Какое-нибудь истолкование другое надо? Дополнительный словарь какой-то, Брэд Гаузера там, или еще что-то надо еще? Что непонятного здесь? злой раб злой раб попадет в ад на вечные мучения. То есть, если мы, живя на земле, посещаем церковь, молимся, читаем Библию, делаем какие-то добрые дела, но мы так и не простили, или не учимся, или не хотим прощать людям, которые согрешают против нас, мы лишаем себя возможности попасть в небо. Ну, ясно, четко написано. Все, больше же, все, ну, или у меня так, это в моем понимании такое, у меня только. Посмотрите, 32 стих еще раз. Тогда государь его призывает его, вы представляете такой день. Я это сестре говорю. Я говорю, слушай, вот тебя Господь призовет. Ну, всех же нас Господь призовет. Вечность. Я не говорю о том, что Он призовет в служение, это одно. Нас Он всех призовет, правда? Скажет, Анатолий, сын мой, пошли, все, кончились мучения. Татьяна, плакать будет, Толя, да кого ж ты меня оставила? Там уже Господь призвал, уже все. Все. Ну, правда? И нас всех Бог призовет. Я ей говорю, слушай, тебя Бог призовет. И вот ты предстанешь пред Ним. Ну так, государь призвал. И вот ты предстанешь, что ты ему скажешь? Ну, что мы ему скажем? Вот я даже просто, просто я вот представил, что вот у меня есть человек, которого я не прощаю по какой-то причине. Вот что я Богу скажу? Какую? Что я? Ну, Господь, он же меня обижал. А Бог скажет, ну, а ты меня обижал. Ну, ты же тоже меня обижал. Ну, да, Господи, прости. Вот видишь, прости. Я же тебя всегда прощал. Всегда. Чувствовал, что я тебя упрекал когда-нибудь? Нет. Прощал тебя? Прощал. Милого, много раз я даже уже со счету сбился. Сколько раз ты меня прощал, я сбился со счету. Ну, вот. А ты не можешь ему простить. Там, какой-то но что я скажу ему? Что я скажу? Господи, подожди, немножко сейчас я туда сбегаю. Прощу. А уже ведь все. Уже если призвал тебя Бог, уже не сбегаешь. Уже с тортиком не посидишь, чаю не попьешь. Уже не скажешь прости меня. Уже долг не вернешь. Уже все. Так Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца еще своего. Не просто такая иди. от сердца сердце должно быть свободно. Сердце. Вы знаете, что вот это непрощение, оно в сердце. Мы же вид можем сделать. Ну, конечно, Сереж, ну, я же, что ты, я же. Да я на тебя ничего не имею. Ага, ничего не имею. Ты так, разговор внутри. Ничего себе там. Ага. Да не, что нормально. Слава Богу же, все, братья, мы же. Да мы же, братья, давай, обнимемся. Слава Богу, все хорошо. Ага. А здесь? Здесь. Вот оно же все здесь у нас, правда? Вот здесь болит же, болит же здесь. Здесь у нас не болит, здесь мы улыбаемся. Болит здесь. А человек привыкает иногда так? Ходит вот так вот всегда. Скажет, он всегда ржет, что смеется всегда, а он, а у него болит. Вот здесь. Вот если болит, значит, еще не простил. Если болит, от сердца не простил, словами сказал, может быть, сделал шаг, но здесь еще нет. Я помню, у меня боль моему отцу была очень сильная, очень сильная. Но я так думал, ну как так? У всех ребят у меня во дворе отец. У меня не было, один я, без отца. Так хотелось иметь. Думаю, ну как? Вот боль. Я эту боль вынашивал. Вынашивал ее. Думаю, ну придет день, ну я с тобой встречусь. Она переросла, эта боль уже в ненависть. Ненавидел. Я его не видел, мы не виделись с ним. Но она вот, эта боль переросла в ненависть. И я помню тот день, подростком я был, все, я уж прямо жаждал. Думаю, ну все, я его отыщу, я приеду, я ему, я ему покажу, и за мать, и за всех, и за сестру, но меня ответили. Такое было у меня. И потом пришел тот день, мы с друзьями собрались на машине, приеду, я нашел его, и вот просто Бог явил милость свою. Я не верил в него, еще тогда, потом уже только осознал, что мы просто не смогли зайти туда, в квартиру. Дверь была сильно закрыта, заперта. Мы не смогли ее выбить. И Бог просто меня сохранил от великой трагедии, с которой я бы сейчас жил бы и винил бы себя всю жизнь. Просто Бог сохранил. Но я понимаю, как эта боль, она переросла в ненависть, и она вела меня ко греху ужасающему. И потом уже, когда я уверовал, я отпустил, то есть оно ушло. Я простил, от сердца простил. Когда отец умер, я узнал об этом через два года, что он умер. Родственники, они боялись сказать. Думали, что, ну, мы там... И мне было еще тяжелее даже, что я все-таки вот не выбрал время, не поехал, все собирался, собирался, не выбрал время, не поехал, вот так с ним просто не посидел, чаю не попил и не поговорил с ним. Просто не поговорил вот так спокойно о жизни. И сожалею. А она мне говорит, я устала, я уже больше не могу, все, я уйду. А как же ты в вечность собираешься, как ты собираешься в вечность, друг, если в твоем сердце нет прощения? Никак. Вы туда не попадете. Вы не попадете туда. Вы встанете перед дверью, а вам сказано будет, я не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Ну как ведь? Ведь мы же там именем твоим и то, и сё. что, не знаю вас, злой раб, лукавый, ленивый, но войди в радость. Добрый раб, войди в радость. Вот человека, который несет в себе непрощение в сердце, по нему видно, он не имеет радости. Он не может радоваться. Внутри его есть боль. И он живет с этой болью. И нельзя видеть его радостно. Невозможно. Он всегда грустный, он всегда в печали, всегда его что-то тревожит. Он как будто ходит в церковь, как на каторгу, как мучение. Но человек, который имеет прощение, он радостный, он свободен. По нему видно, что улыбка на лице у него не наигранная. Не американская вот эта, знаете, да, голливудская. Она настоящая. Почему? Потому что свободно. Внутри, в сердце нет боли. Это человек, который не учится прощать и не прощает, он сам страдает. в первую очередь, он сам себе делает больно, сам себя, сам себя лишает счастья. Поэтому Господь говорит, прощайте. Представьте, если бы Господь никому бы не прощал, ему было бы больно. Ему было бы больнее, наверное, чем, вот, когда мы грешим, а он нас прощает, это тоже больно. Мы грешим, нам больно, или мы грешим, ему больно, он прощает, или нам, против нас грешат, нам больно, но мы прощаем, и как бы освобождаемся. Если бы Бог не прощал нас, как было бы ему больно? Больнее. Поэтому мы должны научиться прощать, освобождаться от этого. А это принятие решений. И Петр борется, он говорит, Господи, вот семь раз, семь раз, я готов. Скажи, сколько? А Господь ему говорит. Я не скажу о тебе, потому что в жизни так бывает, что и не только семь раз против тебя могут согрешать, и восемь, и восемьдесят раз, и даже девяносто раз, и сто пятьдесят раз муж против тебя в день может грешить. Они там, если вы почитаете, то лучше так и замуж, то и не выходить, и не жениться. Они там его спрашивают потом, коль уж такое дело пошло. Но Христос говорит, но говорю тебе, семижды, семидесяти раз, да, четыреста девяносто раз в день. если четыреста девяносто раз, то есть Бог разрешил, я могу не прощать своей жене, если она против меня согрешит четыреста девяносто один раз. Аллилуйя, Бог разрешил. да, 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 четыреста девяносто один, на четыреста девяносто первый раз. Кто хочет ударить свою жену, надо ждать. Но это невозможно. Это суток, во-первых, суток двадцать четыре часа, это в час, это если сколько? Три раза в минуту. Сестры, вы три раза в минуту грешите, мы просто все устанем. Три раза в минуту, это ужас какой-то. Дайте же отдохнуть, хватит уже, да. Поэтому Христос, Он четко и ясно показал, Он говорит, вы должны научиться жить так, чтобы люди, которые вам причиняют боль, согрешая против вас, близкие они или нет, чтобы вы вообще на них никогда не обижались. Но всегда в вашем сердце было милосердие и прощение, даже если тогда, когда Сергей тебе не отдадут половину стоимости, все равно мы должны прощать всех, братья и сестры. Аминь. Что, трудно? Нет. Что трудно? Что вам трудно? Конечно. Трудно? Конечно. Понять что? Да ему без разницы. Он может просто к тебе относиться. Почему ты ко мне, Сергей, так вот-вот относишься? Нет, вот ты мне скажи, почему ты ко мне вот так, скажи, спросите у него, почему он так ко мне относится. И вот мы будем сейчас все выяснить. Да он понятия даже иногда не имеет, он сам даже не может дать ответ. Вот брат твой, что он сам не может понять, почему он грешит против тебя. Он не может, у него разум закрыт. Невозрожденный, нерожденный человек. Ну, а мы будем выяснять, почему ты вот... Это не наше дело. Наше дело не выяснять, почему, да кабы, да... Наше дело просто. Меня Бог простил? Простил. Сколько раз меня простил? Много. Раз Бог меня простил, значит и я буду прощать. Должен прощать. Должен прощать. Если я хочу попасть на небо, потому что мы не сможем найти ни одного оправдания. Вот Бог вас просит, почему? Почему не простил? Что мы скажем ему? Я же тебе говорил прощать. Почему ты не простил? Я же тебя прощал. Почему? Что мы скажем ему? Ну, что мы ему скажем? Какую бы это здесь мы находим? Ну, вот он же меня, он же меня там ударил. Он же меня оскорбил. Он же меня кинул на деньги. Ну, а ты меня тоже ведь десятину... Сколько раз ты меня кидал на десятину? Сколько? Ну, я же тебя прощал. Ну, прощал. А почему ты его не мог? Ну, давай сейчас я на тебя повешу, сколько ты десятую часть не отдавал? А какая там у тебя сумма? Плюс еще там, да. Ну, раз уж так вот было, ну, раз уж мы так говорим. И у нас не будет оправдания, потому что он всегда нас прощает, он всегда нам оказывает милосердие. И причем он это от сердца делает, от своего. Мы это чувствуем от сердца. От сердца. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Так, у кого есть в сердце что-то? Обоí. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...